Парфюмерные домы Парфюмерные домы Парфюмерные домы Парфюмерные домы Парфюмерные домы Парфюмерные домы Почти вся его семья погибла Когда он вырос Он отучился в городе Токио В университете И уехал во Францию Где занимался модой Создавал коллекции модной Одежды И в 92 году он создал аромат Не сам с привлечением Парфюмерные Это культовый аромат Он Цветочный Его пирамида очень богатая Он содержит очень множество компонентов Таких как В верхних нотах цикламен Розовая вода Дыня Белая фрезия Лотос Роза и колон Средние ноты Гвоздика Лилия Водяной пион И ландыш Базовые ноты Экзотические древесные породы Ротубероза Амброс Сандал Мускус Осматус И белый кед Большинство людей Ощущает в этом аромате Ноту Дыни И Лотоса То есть он Немножечко цветочный Вообще это прародитель Всех Свежачков Из 90-х Он Для меня Это действительно свежак Он Цветочный Множество Множество цветов Но это не то Что цветы Когда вы Носом Упали В поле Цветочное Это скорее Цветы Где-то там Около озера То есть вы Находитесь Около озера Где-то в отдалении Цветы Водной ноты Как таковой Здесь акватической Нет Но Цветочный Цветочный Все вот эти Ароматы Они приглушенные Он очень Ну да Наверное он свежий Насыщенный Но неудушливый У меня 100 мл Этого аромата У меня уже довольно давно Уже года 3 Поэтому он уже цвет поменял С светлого До такого Насыщенного Желтого Цвета мочи Последний И он стал Более Более стойким То есть если в начале Это будут 2 часа Я его уже не слышала Можно было обновлять Сколько угодно Последний раз Когда я его нанесила Я сделала 3 пшика И он начал Мне душить С пшики Это не моя история Но я его ношу Люблю Наверное Когда закончится Куплю еще Или в кого-нибудь Возьму Что-нибудь Из Многочисленных Фланкеров Этого аромата Например Флораль Розовенького цвета Кстати Интересный факт Что флакон Этого аромата Символизирует Вид Из окна Из семьяки Он символизирует Эльфелевую башню Илону Следующий аромат О котором пойдет речь Это Аромат От Кинзо Таката Аква Кинзо Аква Моя История Знакомства С ароматом Кинзо Началась В 2006 Году Тогда Как вы помните Еще не было Никаких айфонов Ну может быть Они были Но они были Вообще Непопулярны Тогда Была очень Популярный Телефон Мотеролла Рейзер В3 Раскладушка Или ракушка Называли В народе Я тогда У меня тоже был этот телефон Самый модный был конечно черный У меня была такая бархатистая поверхность У меня был серый Но я чувствовала себя ужасно модной И тут на телевидении появилась реклама Алло Паркинзо Там была такая пара Девушка и парень У них в воде стояли У девушки длинные волосы Естественно худая Красивая И была там песня Невероятно красивая песня У меня как раз На моторолле стояла Моей В качестве звонка Я прям Понимала Что это аромат Сто процентов Для меня То есть Все про меня И девушка И худая И волосы длинные И вода Я тоже люблю Море Все Это аромат мой И вот В парфюмерном магазине Который находился рядом С моим офисом Появился Аромат Ле Пар По-моему 30 мл За какую-то Обычную Вполне приятную цену По-моему 600 рублей То есть Вы понимаете В парфюмерии Надо было увлекаться В 2006 году Когда аромат Стоял 600 рублей Но не было тестера Я купила этот аромат Прибежала домой Нанесла И Это был Самый эпический ФЛ в моей жизни Потому что Я не переношу Ле Пар Для меня он Пахнет Знаете Ну вот Представьте 50-летнего дяденька Ну такого Обычного 50-летнего дяденька У него все При нем Лысина Пусто Вот Он поработал На даче Хорошо Павпахивал Жена Светворила ему Такой молодой Картошечки Он натрескался Картошечки Огурцов Может быть Знаете Даже Не то что Прямо свежие А жена Залила их Рассолом Сказала Что через 3 дня Будет готовый А он не удержался И утащил Вот один огурец Недосоленный В общем Натрескался огурцов Запил спиртиком Естественно Медицинским Самым лучшим И взбливнул Ну Сами понимаете Такое бывает С этими огурцами Знаете Не до конца Просоленными И вот Вот это самое Это и есть Ле Паркинзон Когда я нанесла Этот аромат Я пробовала Наносить его на работу На целый день У меня Единственное желание Было это Принять Душ Серной кислотой Вот прям Не переношу абсолютно Поэтому Когда в начале Этого лета Продавец Консультант В магазине Предложила мне Аромат В упаковке От Ле Пар Дно зеленого цвета Я подумала Что Ну Подюхаю Это Кинзу Кинзу Я кстати Тоже ненавижу Практически Так же как Ле Пар Попробуем И знаете Я поняла Что в нем Что-то есть В нем В качестве Нот заявленных Верхних нот Заявленных Лист Малины И мандарин И Вот именно Это меня И цепляет На блотере В конце Он давал Довольно В базе Мускус Но Не такой Мускус Не потный Мускус Не животный А Такой Напоминающий Свежесть Хлопка Вот это Сочетание Малины И мандарина Это Самые Слышимые ноты И в принципе Он Не делится Он Звучит Довольно Монотонно То есть До мне Вот он Мускуса Не дает Но Вот именно Ноты Малины И мандарина И напоминает Очень Чем Меня Он Зацепил Напоминает Такую Дальневосточную Ягодку Клоповка Ну знаете Такая Красненькая Кисленькая Растет на болоте Пахнет Попками Клопов Вот Чем-то Вот оно Это И цепляет Чисто Я не скажу Что это Что-то новое В парфюмере Что-то Сверхинтересное Но мне нравится Вполне За два месяца Неплохо Им попользовалась Я думаю Что Если Не закончится У меня Любовь не придет Куплю себе Суточку И пусть он Настоевает стойкость Стойкость Не сказать Что очень сильно Большая Но Если уже Зацепила То зацепила Следующий аромат О котором пойдет Речь Это Аромат Модного дома Йоджи Имамото Йоджи Имамото Такой Японский Дизайнер Прародитель Вот Его ароматы Точно Отвечают Азиатским тенденциям И одежда Которую он Создает Тоже Отвечает Азиатским тенденциям Он считает Что Все самое красивое Оно скрыто Внутри Поэтому Женщину Надо Нарелить Черный Балахончик Чтобы Ничего лишнего Не взглядывал Ароматы Тоже Такие вещи В себе Он Не очень Большая Не очень Большая Представленная Линейка В магазинах В ритуале Представлено Пять Женских Аромат Моим Любимчиком Стал Йоджи Имамото Хио Лав Стори Многие Пользователи Фрагратики Отмечают Его сходство С ароматом От Шенель Шенель Шанс Офляш Зелененький Зелененький Флакончик Я не скажу Что я их ощущаю Как Бараки Близнецы Как клоны Нет Направление Конечно Одно Но Когда я понюхала Шенель Я подумала Неплохой аромат А когда я понюхала Хэлла Всталь Я сказала Немедленно Дайте мне Дайте мне 100 мл В общем Дайте мне Немедленно Этот аромат И он Некоторые люди Воспринимают Его как Мужской аромат Как аромат Унисекс Он действительно Такой Достаточно Холодный В нем Нет вообще Сладости Ощущаются Цитрусы Ощущается Очень легко Так виноград Да Действительно Он Несколько Унисексовый Если Вас не смущает Унисексовый Аромат Конечно Стоит Однозначно Попробовать Потому что Даже Исходя Из его Сходства Шенель Потому что Ценовая политика Абсолютно Разная Я считаю Что он Довольно Самобытный Интересный Он Примерно Наверное Даже Ассоциируется С моим Парфюмерным Я Люблю Он Скорее Наверное Лень Не носила Его еще Зимой Но Он Очень Стойкий То есть Если Я его Нанесла На одежду И На следующий День Возьму Тоже Майку Он Пахнет Практически С той же Интенсивности Да На данный Момент Он Сильно Совпадает С моей Короткой Стрежкой И С моим Мироощущением Йоджи Емамото Да Наверное Он Сейчас Сам Близко Подобрался К определению Парфюнирного Я Рекомендую Если будете В магазине Обязательно Потестить Следующий Аромат О котором Поговорим Это Представитель Дома Масаки Масаки Вацушила Тоже Японский Дизайнер Определенный У него Он Несколько Выдается Своей Коллекции Она Достаточно Обширная Какие-то Ароматы Появляются Какие-то Выходят В этом году Была Новинка Отличает Их Такая Подчеркнутая Графичность Флакона А также Несколько Синтетическое Природное Направление Но Несколько Синтетическое Звучание Сейчас Мы поговорим Об аромате Матстол Это Первый Мурской Аромат Который Я Купила Исключительно Для себя Он Позиционируется Производителем Как Мурской Содержит Ноты Ангелики Несколько Цитрусовый Начал И Пользователи Часто Его Пишут Что Действительно Он Для них Пахнет Мокрым Мрамором Мне кажется Мокрым Мрамором Это Знаете Это Имея Очень Хорошее Воображение Если Я Определяла Его Как Стол Как Камень Я бы Сказала Что Это Скорее Галька Наша Сочинская Галька Не В смысле Что Кто Под Ее Плюнул Бычок Затушил Сверху Прикрыл И протер Своими руками Со своим Ротовирусом Передал Все Другим Нет В смысле Он такой Серый Шершавый Если Говорить Непосредственно Об ощущениях То Он Свежий Холодный В нем Есть Немножечко Сладости Но Совсем Немного Кстати Мой муж Мой муж Он тоже Очень Подравится Он сказал Что Это Типичный Сверхак Из 90 Ты точно Его для себя Купила На моей Коже Он сидит Красиво Он Почему Выдаёт Больше всего Сладости Если По ощущениям То Это Действительно Аромат Спокойствия Аромат Такого Холодного Спокойствия Если Тебе Надо Успокоиться Не заводиться Это Он Приятный Один Из Необычных Да Один Из самых Необычных Ароматов В моей коллекции Следующий Аромат Того же Масаки Масушим Он Называется Флон Здесь Если Здесь Такая Неправильная Форма Продолговатая С таким Выступом Который Можно Соединить С ароматом Женской Из Женской Линейки Этой Коллекции Этот Он Скорее Видите Полусфера Разрезан Главная Нота Которую Я здесь Слышу Это Грейпфрут Маракуйя Маракуйя Мне нравится Здесь Гораздо Больше Чем В Булгаре Паралибом Голубеньким Таком Если честно Вначале Это В основном Грейпфрут Я вообще Грейпфрут Не люблю Не есть Ни сок От маракуйи От маракуйи Грейпфрута Грейпфрут Мне кажется Способен Любой сладости Нейтрализовать Он Необычный Классный Фруктовый В нем Нет Какой-то Цветочности Мне Вот он Нравится Именно За счет Того Что в нем Очень много Фруктов Грейпфрут И маракуйя Слышны На протяжении Всего Звучания Я не скажу Что он стойкий Я на себе Я его слышу Часа 2-3 Не больше Но И он Достаточно Монотонный То есть Как я его нанесла Я его таким И ощущаю Но это Самая лучшая Грейпфрута Маракуйя Которую Я вообще Обоняла Я очень рекомендую Учитывая Что Ценовая политика Этого бренда Очень-очень Невысока Можно Затестить Его в Рифгоше На косметике Я рекомендую Попробовать Обязательно У него Довольно Большая Линейка Что-нибудь Можно Для себя Выбрать На этом Сегодня Все Если вам Было интересно Поддержите Пожилое Дарование Поставьте Лайк Напишите Комментарий Подпишитесь На мой Канал И Если Напишите Пожалуйста Пользуетесь Ливым Азиатским Парфюмом Ябонским В частности Если Пользуетесь То какими Мне будет Очень Интересно Пока 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 Пока